Именно поэтому все отрасли практически, технология Дуйнова и проникает. Поэтому так много о ней говорят, поэтому так много разработок у Дмитрия Александровича в самых различных сферах жизнедеятельности, в том числе и электротранспорт. Электротранспорт все-таки это сейчас тренд, и многие говорят именно про него, особенно что у Дмитрия Александровича достаточно много разработок именно в области электротранспорта. И что же за технология? Мы разобрались, есть асинхронный электродвигатель, И конструктивно в нем есть обмотка И обмотка выполняется двумя стилями Так называемая звезда и треугольник Соответственно, как многие уже могли догадаться по названию Это именно совмещенные обмотки, которые называются славянка В этой обмотке присутствуют и звезда, и треугольник Именно поэтому они и называются совмещенные Ключевой вопрос, для чего нам менять обмотку на классическую На обмотку, которую сделал Дмитрий Александрович Дувенок Причем обратите внимание, здесь есть два пути Мы можем просто взять классический асинхронный электродвигатель Поменять на нем обмотку, и мы уже получим часть заявленных характеристик Но чтобы достичь максимального эффекта, конечно, желательно этот двигатель перепроектировать для славянки изначально Как будто бы мы изначально в этом двигателе хотели славянку применить Но направление модернизации, когда мы ничего не меняем В конструкции просто меняем обмотку, оно тоже достаточно востребовано И многие этим направлением занимаются В общем, какие преимущества получают такие двигатели? Ну, конечно, первое преимущество, про которое мы говорим Это непосредственно экономия электроэнергии И это не какие-то там проценты Это достаточно большие значения А именно от 10 до 40 процентов Сразу у кого-то будет вопрос, как это можно проверить Как можно потрогать, да Многие говорят, что хотелось бы лично убедиться, увидеть В том, что технология рабочая То, что действительно там, в частности, тоже мотор-колесо действительно едет так, как рассказывается в интернете или еще где-то И, конечно, эта технология давно проверена То есть нужно понимать, что это не какие-то домыслы или там расчеты на бумаге На эту технологию, во-первых, ну, есть, конечно же, все расчеты Это, естественно, для подобного рода технологий Это, конечно же, и математические исследования, которые были проведены Это исследования, в частности, в Баловском университете И не только, где были выданы заключения на эту технологию С этим совсем вы также можете ознакомиться Это все есть в открытом доступе Ну, конечно же, это и большое количество патентов, которые компания АСПП Она является компанией-разработчиком данной технологии В состав этой компании, да, в виде учредителя, в том числе, входит Дмитрий Александрович Дуинов Кроме всего этого, есть, конечно же, и практическое применение этой технологии уже сейчас Дело в том, что технология существует уже порядка 23 лет И первый двигатель был модернизирован по Славянке еще в 95-м году Ну, соответственно, за такой большой срок было компанией-технологией Проявлен достаточно большой интерес людей из самых разных областей В том числе из области, которая именно специализируется на синхронных электродвигателях А я думаю, вы понимаете, что это достаточно большой бизнес В частности, я говорю, конечно же, про обслуживание таких двигателей Про их ремонт, починку и так далее, и так далее И на данный момент у Дмитрия Александровича Дуинова за это время накопилось Порядка 100 компаний и физических лиц, которые уже по этой технологии работают Это, конечно же, те самые лицензионные обмотчики Которые, получив лицензию от Дмитрия Александровича Дуинова Используют эту технологию в своем бизнесе То есть, другими словами, когда кто-то хочет отремонтировать двигатель Эта компания, скажем так, приходит к ним на помощь Обслуживает их двигатели и предлагает, в том числе, использовать технологию славянку Вместо классических стилей Собственно, она на этом зарабатывает С этих денег, поскольку она использует технологию по лицензии Числения в компанию Дуинова уходят Во многом за счет этих денег компания все эти годы развивалась Поскольку, я думаю, вы понимаете, 23 года достаточно большой срок И компания жила полностью без инвестиций на свои деньги Зарабатывая самостоятельно Поэтому, эти самые обмотчики, кроме того, что они дают компании определенный доход Они же еще и протестировали уже эту технологию на сотнях тысяч двигателей И даже есть такой интересный счетчик Там самые, скажем так, ответственные обмотчики Модернизируя двигатели по технологии славянка В счетчик вписывают, какой двигатель они модернизировали И можно посмотреть, сколько благодаря технологии Было уже, по факту, сэкономленной электроэнергии То есть, ну, такое-то интересное показатель Конечно, не все обмотчики туда заносят эти данные Но те, кто заносят, тоже интересно на это посмотреть Соответственно, поэтому можно, как факт, уже говорить о том Что компания, она не просто там получила патенты Или как-то на бумаге проверена Это уже очевидно, как факт, опять-таки, что это не гипотеза На практике эта технология протестировалась уже неоднократно И продолжает тестироваться до сих пор Более того, было не только модернизировано большое количество двигателей Но и двигателей, разработанных уже с нуля Дмитрием Александровичем Дуиновым В частности, тоже самое мотор-колесо Конечно же, это не единственное преимущество, которое данный двигатель получает Можно отметить такие преимущества, как, в частности, что такой двигатель меньше шумит, дребезжит, вибрирует и так далее У данного двигателя увеличиваются межремонтные интервалы Это если расшифровывать, да, то есть он просто реже ломается, подобный двигатель Ну и, конечно же, тоже, что очень-очень важно Эти двигатели, которые прошли модернизацию по технологии славянка Или которые были спроектированы по технологии славянка изначально Они переходят в новый экологический класс Что тоже очень важно И, в частности, в Европе этот вопрос стоит гораздо серьезнее, чем у нас По той просто причине, что у нас как-то в России, да, я говорю Меньше на это внимание на данный момент обращают Но я думаю, что мы тоже до этого дойдем И тоже будут определенные законы введены Поэтому у многих компаний просто будет выбор, да, вот такой же, как сейчас стоит в Европе Что делать? То есть можно сделать следующее Можно просто найти альтернативу Переоборудовать свои производства Начать производить другие двигатели Что очень дорого, что, конечно же, трудно Поскольку, когда ты всю жизнь работал на одних двигателях А теперь не можешь их использовать Это, конечно же, большая проблема И я, конечно, говорю в виде, когда говорю про аналоги Я говорю про так называемые Билдиси двигатели И кроме того, что на них просто переход достаточно сложен Так еще и сами эти двигатели, сами по себе, они дороже Дороже они как в покупке, так и в обслуживании Исходя из того, что они просто В их составе есть так называемые постоянные магниты Да, я думаю, что об этом многие слышали Кто интересуется вообще отраслью технологии Отраслью электротранспорта Да, сейчас также 20-ти двигатели там распространены Постоянные магниты в своей составе содержат редкоземельные металлы Которые в необходимом количестве добываются только в Китае И Китай это смекнув Во-первых, он является монополистом в этой сфере Мало того, что он может по сути практически любые цены на это сырье выставлять У него нет конкурентов В промышленных необходимых для мира объемах Чтобы производить эти Билдиси моторы Тем более редкоземельные металлы используются не только там Так они еще и поняв это Запретили вывозить эти редкоземельные металлы из своей страны То есть для того, чтобы вам получить этот Билдиси двигатель Вам нужно либо его в Китае купить По тем ценам, которые вам установят китайские компании Либо производить самостоятельно Но именно на территории Китая Поскольку просто сырье вывезти оттуда не можете И вот мир в такую зависимость от Китая попал Ну хорошо это или плохо сказать трудно Можно сказать только как факт Что для конечного пользователя это гораздо дороже Да и менее практично Чем старый добрый простой асинхронный электродвигатель Стоит наверное пару слов Также сказать и о мотор колесе Поскольку вот эта тема с Билдиси Также на мотор колесо достаточно сильно распространяется И дело в том, что сейчас на рынке все мотор колеса Которые вы можете приобрести Они выполнены как раз таки На базе Билдиси двигателей И почему так много сейчас говорят о мотор колесе Дуинова Почему это вызывает такой интерес Почему на него образовывается такой спрос Ну все достаточно просто здесь Дело в том, что мотор колесо Дуинова Это первое в мире асинхронное мотор колесо И почему она первая Ну дело в том, что до этого Когда пытались сделать мотор колесо именно асинхронным Это не удавалось по той причине Что использовались классические стандартные способы обмотки То есть звезда либо треугольник Здесь же уже применена технология славянка Именно поэтому удалось сделать мотор колесо асинхронным А как мы помним асинхронный двигатель Он в принципе является самым простым Самым надежным И самым таким сбалансированным Что называется цена-качество двигателем в мире Который везде используется И соответственно все те же преимущества Перетекают и на мотор колесо асинхронное То есть она гораздо дешевле чем аналоги Оно гораздо практичнее чем аналоги И ощущения от езды конечно у него совершенно другие Ну мало того, что благодаря технологии славянка Это мотор колесо выдает мощность порядка 20 кВт Причем опять таки мотор колеса есть большое множество Да я сейчас говорю про 318 габарит мотор колесо Он такой наиболее популярный Но на самом деле есть там мотор колесо и для скутера Который мощностью порядка 27 кВт Вот на прошлом вебинаре мы о нем говорили Вот данный прям велосипед с данным мотор колесом Удавался разогнать до 140 км в час скорости И это не предел То есть здесь нужно просто продолжать обучать контроллер Который используется вместе с этим двигателем И конечно же делается это не для того, чтобы ездить с такой скоростью Делается это именно для того, чтобы была возможность легко сманеврировать с данным двигателем Когда вы управляете велосипедом с данным мотор колесом Это делается для того, чтобы легко кого-то обогнать, перестроиться и так далее То есть это опыт совершенно иной Нежели вот аналогичные модели Билдиси, что на рынке есть И кто катался на нем, сразу чувствует разницу Тут даже такие несущественные, казалось бы, преимущества Но они гораздо, они ощущаются как существенные Когда вы постоянно на нем ездите Это конечно же то, что поскольку это синхронный электродвигатель Здесь нет никаких магнитов Соответственно, вы можете легко двигаться накатом А вы понимаете, что когда у вас Билдиси мотор колесо У вас там магниты и магниты они всегда магнитят Поэтому если вы катите из горки У вас все равно идет небольшое торможение Здесь этого торможения нет Вы катитесь как на простом велосипеде При этом вы можете благодаря этому экономить зарядку Плюс еще данное мотор колесо работает в режиме рекуперации То есть вы еще и подзаряжаетесь, когда едете То есть конечно же это совершенно новый уровень Именно поэтому эта технология получила такую большую популярность в интернете Опять-таки, поскольку я сказал, что это не основное направление компании Но я обязан о нем рассказать Поскольку многие пришедшие сюда, я думаю, именно про него в свою очередь впервые услышали Сейчас мы пытаемся донести, что речь здесь не только об этом Конечно же, если говорить про готовые продукты, которые были сделаны Дуиновым Это тоже многим интересно И в частности в электротранспорте было сделано действительно многое Это, конечно же, достаточно большая линейка мотор-колес Которые используются на разных рамах Это велосипедные рамы, это и скутер И опять-таки, мотор-колеса разной мощности Это, конечно же, модернизированный электропоезд Который стал вот после модернизации Он стал тянуть вместо пяти вагонов одиннадцать То есть можете представить, насколько данный двигатель Просто модернизированный по славянке Стал эффективнее, да, в данном случае Это, конечно же, и удачная модернизация троллейбуса Это же, конечно же, стоит поговорить и об автомобилях Которых уже на самом деле даже не один Хотя один здесь изображен, да Здесь вы видите автомобиль, электроавтомобиль Zeta Для него мотор-колеса делал именно Дмитрий Александрович 90 командой В целом этим автомобилем занимается другая компания И они сейчас делают все для того, чтобы данный автомобиль выпустить в серию И это может стать одним из первых серийных электроавтомобилей в России И вот, опять-таки, что самое приятное, да Что он будет именно с технологией Дуинова уже по факту Сейчас также уже двигатель D90, который был применен и на автомобиле Pinkman Я думаю, что если у вас будет желание, вы все в интернете сможете это посмотреть И на Denzel Mini этот двигатель был применен также с технологией славянка Это уже не мотор-колеса, это уже именно двигатели, модернизированные по славянке Я об этом также много уже рассказывал Какие преимущества получили эти автомобили Да, при более компактном и в три раза меньше имея веса Этот двигатель показывает характеристики лучше, чем его То, что было установлено в эти автомобили до этого Вот сейчас вот в Зеленоград прибыл автомобиль Renault Twizy Да, также, где в этом двигателе применена технология славянка То есть, действительно, в электротранспорте очень большое количество уже разработок Дмитрий Александрович и они действительно интересны Сейчас вот, в частности, тяговый, втяговый Обычная синхрония была переделана втяговый двигатель Сейчас идет... Была проведена модернизация этого двигателя И вскоре вот команды, которые занимаются электроавтомобилем Они Mercedes хотят сделать электромерседесом Вот для них также Дмитрий Александрович сейчас этот двигатель модернизировал Электродвигатель В общем, разработок огромное количество И это я называю только в области электротранспорта То, что наибольше всех интересует Я думаю, что вы понимаете, что за такое небольшое время невозможно все рассказать Но если вам будет более интересно почитать о мотор-колесах Вы можете это сделать Переходите на наш сайт Можете скачать эту презентацию И здесь прям подробно, в частности, про мотор-колесо Которое все знают, вы также можете почитать И существовала она именно на свои деньги И существовала она, в частности, на отчисление от лицензионных обмойщиков От компаний и людей, которые используют уже технологию славянка И на ней зарабатывают Также часть денег шла с продаж того же самого Горыныча А это плазморез, который также в сети достаточно известен Его также компания, команда Дуинова сделала И успешно реализовывает через дилеров и на данный момент Но, как вы понимаете, этих денег было достаточно, чтобы жить Чтобы развивать технологию Чтобы делать какие-то опытные образцы Но компания уже приблизилась к такому этапу своего развития Что есть абсолютно все Есть патенты Есть большое количество людей, которые технологию используют Есть рабочие образцы Есть известность определенной технологии Есть люди, готовые приобретать и мотор-колеса И другие двигатели со славянкой И заказы делают на изготовление таких двигателей В общем, пришла компания к такому моменту Что ей просто уже требуется инвестиции Для того, чтобы дальше развиваться И здесь, как и у любого У любой подобной компании Любой технологии есть два пути То есть первый путь Это найти крупного инвестора Но, как показывает практика И через что уже команда Дуинова так же прошла Крупный инвестор всегда хочет взять технологию И компанию под контроль То есть он говорит Я даю вам деньги, а вы, как разработчики Допустим, либо оставляете за собой Какой-то минимальный пакет акций Допустим, 10-20% Или, в худшем случае, он вас оставляет Каких-нибудь вас, как разработчику В виде каких-то топ-менеджеров И через несколько лет, если вы уже не нужны Вы просто выгоняете из компании То есть, другими словами Вы, по факту, технологию продаете Да, и в лучшем случае Вы какое-то участие в ее развитии принимаете Но вы уже решения ключевые не принимаете Поэтому, если вашу технологию не захотят использовать В каких-то там целях Поэтому она так же и помрет Потому что вы считаете, что ее не владеете Дмитрий Александрович Дуинов по этому пути Идти не захотел Именно поэтому Было организовано так называемое Народное инвестирование Краут инвестинг Когда разработчик предложил поучаствовать В этом начинании Абсолютно любому желающему Соответственно, 50% компании Было выставлено на продажу И долю в этой компании Может любой желающий приобрести Это так называемый, опять-таки, краут инвестинг Далее, народное финансирование Когда каждый может дать Посильную сумму денег компании Для того, чтобы она реализовала то, что задумала А компания, как у нас в данном случае Дает часть своих акций Такому человеку Делая, по факту, его совладельцам Будущего предприятия или акционерам Поэтому Компания это, собственно, Дуинов и предложил То есть Он сказал, что мы реализуем конструкторское бюро Я сейчас об этом расскажу А от всех тех, кто за проектом следит Нужны посильные суммы средств За которые вы получите акции Будущего предприятия И главный вопрос Для чего компании деньги? Что вообще планируется создаваться? На данный момент планирует создаваться Инжиниринговый центр Или Так называемое Конструкторское бюро Это конструкторское бюро Будет зарабатывать на разработке И на перепроектирование Асинхронных двигателей Применяя в нем технологию Славянка То есть, когда заказчик приходит и говорит Мне нужен двигатель Я хочу, чтобы в этом двигателе Была примена технология Славянка Конструкторское бюро Дуинова Для него этот двигатель разрабатывает Делает установочную партию Так называемую То есть, определенное количество Таких двигателей Снимает с него характеристики И после этого Заказчик То есть, этот двигатель Начинает производить для себя самостоятельно То есть, Дуинов учит его Как делать Для него необходимый двигатель самостоятельно Большого счета Так все компании работают Этот бизнес устроен так Что даже крупные компании Они не разрабатывают двигатель самостоятельно Они могут для себя его производить Но разработать двигатель Это, ну, скажем так Не задача там Какого-нибудь производителя Стиральных машинок Он занимается именно Выпуском стиральных машинок А компоненты разные Он проектировку заказывает В разных местах Так же, как, например Компания Apple Она сама камеру не делает Фотокамеру для нее Эту камеру разрабатывает компания Sony Понимаете? Поэтому здесь примерно то же самое А чипы для них делают Intel Вот То есть, здесь примерно такая же работа Сколько это может стоить? Да Ну, вот как пример Когда компания BMW Обращалась в конструкторское бюро И для них разрабатывали мотор-колесо Они заплатили за эту разработку Порядка 75 миллионов евро Соответственно Дуенов говорит о том Что он сможет делать такие разработки дешевле То есть, здесь речь идет о цифрах Там, ну, где-то В 50 миллионов за подобную разработку Здесь, конечно же, есть и разные нюансы Опять-таки, бывает, что разработка двигателя идет с нуля Да? Когда, например, там стоял ДВС-двигатель В каком-то оборудовании Нужен туда сконструировать Например, электродвигатель Асинхронный, да? С примером технологии Славянка Может быть, там уже стоял какой-то двигатель электрический И нужно его просто перепроектировать под Славянку Это может быть другая цена Зависит от размера двигателя Ну, вот, например, сейчас там вот Идут переговоры с электроинструментами Там речь заказа идет о 30 миллионах То есть, таких разработок Может быть, несколько в год Это точное количество зависит от Размера самой работы Вы понимаете, что Когда мы говорим, что двигатели только сейчас Существует порядка 10 тысяч видов С самых маленьких До гигантских промышленных Которые просто там, условно говоря, к вам в квартиру не поместятся Такого не размера То, конечно же, и работа, и стоимость Она будет совершенно разная К вопросу о том, вот, понятно, да Для чего компании нужны деньги Это будет конструкторское бюро Которое будет заниматься именно заработком на технологии Не на производстве, да То есть, здесь нет задачи там Самостоятельно эти двигатели производить Зачем, да Поскольку заказчиков много Даже сейчас И для каждого заказчика сделать отдельный завод Это просто интересообразно Но они могут производить эти двигатели для себя самостоятельно Вопрос о том, для чего Инвестировать Обычному человеку в эту компанию Ну, конечно, здесь есть несколько факторов Первый фактор Вы получаете акции будущего предприятия За достаточно небольшие деньги То есть, относительно того За сколько эти акции будут продаваться Через какое-то другое время Поскольку тоже есть система дисконтов Чем меньше риски у проекта То есть, понятно, что в начале, там, год назад Когда краудинвестинг начинался Рисков у инвестора было гораздо больше То сейчас уже, когда есть лаборатория Есть опытный участок Рисков у инвестора гораздо меньше Поэтому сейчас компания акций продает дороже Соответственно, весь этот путь Который предназначен для привлечения инвестиций А это три года За три года компания планирует привлечь 40 миллионов долларов Эти три года разделены на 20 этапов И с каждым этапом компания продает свои акции Все дороже и дороже Поэтому, инвестировав сегодня Вы делаете это на более выгодных условиях Чем вы сделаете это, например, через несколько месяцев Соответственно, купив дешево акции сегодня Вопрос, что вы будете с ним делать Вы сможете их продать После того, когда компания выйдет на так называемое IPO IPO компания планирует провести После завершения краудинвестинга То есть, все те инвесторы, которые сейчас акции приобретают Смогут уже на бирже Официально свою долю в компании продать То есть, это первый стиль заработка То есть, когда вы сейчас купили пакет акций Которые в потенциале потом будут стоить гораздо дороже Вы можете свои акции не продавать И это второй вид дохода Соответственно, вы можете получать на свою долю дивиденды Как и дивиденды любой компании Сбербанка, Газпрома Многие зарабатывают именно так Причем, продолжая капитализировать свою долю Здесь заставлять продавать вас эти акции Уже, конечно, никто не будет Ну и я знаю, что многие присоединяются к компании По идеологическим причинам Поскольку, конечно, стоит понимать Что действительно, очень большое количество разработчиков Есть на просторах, скажем так, СНГ Потому что в Советском Союзе была самая сильная инженерная школа И те разработки, которые были сделаны Советскими учеными, советскими разработчиками, инженерами Они действительно во всем мире до сих пор используются Но когда Советский Союз развалился Получилось так, что разработчики Со своими разработками, патентами Они оказались никому не нужны Ну и у них как бы два пути Либо свою технологию просто продать Куда-то на запад Либо вместе с ней, к сожалению, умереть Поскольку, конечно, многие из них Это уже люди в возрасте Поскольку уже достаточно большое количество времени Со времен Советского Союза прошло Здесь же у нас есть возможность Вывести эту технологию Вывести этот продукт на мировой рынок И не прося помощи государству Или еще у кого обычно просят помощи В подобных случаях, каких-то фондов И так далее, и так далее Сделать самостоятельно это производство Проголосовать за него рублем То есть сказать, да, мы простые люди Мы считаем, что эта технология должна жить Мы хотим, чтобы она была в мире И самостоятельно это реализовать То есть показать всему миру, что у нас есть не только нефть и газ У нас еще есть достаточно высококонкурентные технологии Которые могут сейчас на рынок выходить и успешно там зарабатывать Более того, многие считают, что даже у нас такая Здесь есть некоторая миссия, если хотите Потому что кроме этого Мы еще и показываем своим примером Другим разработчикам, что так делать можно Я знаю, что даже к Дмитрию Александровичу Периодически стали приходить люди Говоря о том, что у нас есть определенные технологии Есть некоторые разработки Мы бы тоже хотели получить финансирование от людей То есть если людям наши идеи понравятся Почему нам с ними не поделиться нашим бизнесом Поэтому причин для участия в проекте достаточно большое количество И я постоянно говорю о том, что не обязательно в компанию инвестировать деньги Сюда можно инвестировать свое время, свои силы, свои знания Свои какие-то возможности, связи и так далее То есть действительно компания Поскольку это именно народный проект Здесь от каждого что-то дозависит И поэтому, если вам идеи нравятся Если вам нравится проект Не обязательно там бежать и финансировать своими деньгами То, что вы видите Можно потратить свое время Помочь проекту развиться Написать какой-то, может быть, в сети какой-то пост Рассказать о нем друзьям Потому что действительно любая помощь, она будет полезна Если говорить о том, что мы уже достигли на данный момент То за год жизни народного финансирования Было привлечено уже более 300 миллионов рублей инвестиций На данный момент уже реализована лаборатория Там идет тестирование уже двигателей И сравнение этих двигателей Например, классическими обмотками и с обмотками славянка Уже практически готов опытный участок Вот опять-таки сегодня лазерное оборудование Часть завезли уже То есть в скором времени уже можно будет ожидать Первые какие-то пробные партии То есть будет, скажем так Тоже нужно научиться все это делать Работать на этом оборудовании и так далее То есть стендовое оборудование установлено Для того, чтобы выполненные двигатели По технологии славянки Чтобы было возможно получать на них сертификацию То есть для этого нужно лицензировать эту лабораторию То есть сделано большое количество работы На данный момент в проекте уже порядка 70 тысяч участников Из 165 стран мира Мы действительно очень сильно выросли То есть с нуля, причем всего лишь за год Есть удобная платформа для принятия инвестиций Каждый человек, который хочет стать инвестором Может получить договор инвестирования в личном кабинете Подписать его То есть все здесь тоже выполнено вполне легально Была зарегистрирована достаточно большая группа компаний Для того, чтобы принимать инвестиции по всему миру И, собственно, благодаря всей этой работе Компания успешно развивается Поэтому, если вы еще не с нами Я предлагаю вам присоединяться Изучайте проект Поверьте, я рассказал Совсем чуть-чуть От всего объема информации Поскольку, конечно, за полчаса, за 40 минут всего не расскажешь И вы можете с частью информации Знакомиться уже сами И принять какое-то решение для себя Обязательно обращайтесь К тем людям, которые уже в проекте давно Вступайте в чаты Там задавайте свои вопросы Вам помогут разобраться Техническую поддержку пишите Ну и, конечно, обращайтесь к тем Кто вам об этом вебинаре рассказал Потому что именно эти люди, скорее всего, заинтересованы Развитие проекта Раз они вас сюда позвали И они помогут вам на некоторые вопросы ответить Я, в свою очередь, также перейду к ответам на вопросы Кстати, если вы еще не зарегистрированы Обязательно сделайте это прямо сейчас Чтобы не забывать об этом И пишите вопросы Я сейчас к ним перейду После меня на них ответит Дмитрий Александрович Дуинов На те вопросы, которые были обращены именно к нему Так, я перейду уже к вопросам Так Так, 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 так Смотрю вопросы, которые обращены ко мне Договор инвестора Не содержит самую главную цель инвестирования Этого понятия нет в определениях И второй вопрос Зачем нам с вами встречаться в суде Великобритании Лично я туда не собираюсь, вам не советую Константин, я думаю, у нас не будет повода Для того, чтобы встречаться в суде Великобритании Более того, суд Великобритании Это вообще международное право То есть, как говорится Если в какой бы стране этот суд не состоялся Будет какая-то часть людей, условно говоря Которым было бы там неудобно быть Но Великобритания является наиболее справедливым Наиболее обоснованным Наиболее честным судом То есть, понимаете Если мы говорим о международной компании Ну, наверное, глупо где-то в другом месте Делать юридическую базу Когда мы говорим про, тем более, и про инвестиции И про действия по всему миру Поэтому именно по международному законодательству Выполнен договор Именно поэтому там речь идет о Великобритании Ну, такое мировое право у нас Как хотите, так и воспринимайте Сложившиеся устои Так, так, так Чичваркин и так далее И так далее Какой-то вопрос странный Константин, у вас не вопрос У вас утверждение Если вы хотите вопрос задать Так и задайте Так Только в России в правом поле Можно развивать бизнес в России Так А если вы пытаетесь спрятаться От глобальной волны То я скажу, что нечего было С ними связываться изначально А то приехали Дайте денег на автосервис Народное такси За что? Кстати, по поводу глобальной волны Я не знаю Какие-то у вас утверждения странные Даже не знаю Есть ли смысл их читать Но что касается глобальной волны Это просто блогер Который в свое время Хорошо помог Дмитрию Александровичу Ни от кого впрятаться Мы не пытаемся Не знаю Не рубля и ветерских денег Этим халявщикам из глобальной волны Ну, Константин Никто им денег не дает Здравствуйте Скажите, пожалуйста Когда подключат SWIFT счет Или есть другие простые дешевые способы Перечисления денег Понятные простого обывателя А SWIFT вернут В ближайшее время Самый простой способ И самый популярный Он остается таким И был все время Это, конечно же, пластиковые карты Visa, Mastercard Пожалуйста, пополняйте Чем вас они не устраивают По количеству платежей Могу сказать, что это наиболее Приемлемый для большинства способ Павел, для реализации проекта Необходимо 40 миллионов долларов Для этого потребуется продать 22 миллиарда долей После завершения проекта Рыночная стартовая цена Созданной компании По информации ОДА Ожидается в пределах 4 миллиардов И это будет капитализация компании Так, первое То, что 22 миллиарда долей Это ваше домосло Я не знаю, откуда вы взяли Вы сами это посчитали Начнем с этого По информации ОДА Ожидается в районе 4 миллиардов Это тоже Дмитрий Александрович совершенно Про иное говорил Он не говорил про рыночную капитализацию компании Он говорил про оценочную компанию Которая просто сказала Что от 4 до 6 миллиардов Стоимость того, что будет создаваться Создаваться без учета какой-то финансовой деятельности Просто если взять Создать предприятие И просто продать То есть то, что там заложено Будет в самой компании Это будет столько стоить Но это была такая оценка Знаете, просто как Это же Никто же не считал Он сказал Да, я вот так предполагаю То есть тот человек Дмитрий Александрович сказал Но это тоже Вы как некие гипотезы Здесь трактуете Как абсолютно точные И верные факты Понимаете Поэтому Дмитрий Александрович зачастую Говорит На вебинарах То, что я не буду это говорить Потому что Почему? Когда говоришь какую-то гипотезу Потом вы пишете это Как утверждение Как будто ДА сказал Понимаете Из этого следующего Стоимость одной акции Но из этого Собственно Неверный вывод Вот Откуда взята цена акции Один доллар Не скрывает ли это Последствия Пункт 7.1.9 Договора Нежданщики для инвесторов Типа конвертации Доля акции С коэффициентом 6 к 1 Нет Конвертация в любом случае Будет один к одному Что касается Один доллар Это оценка Которую мы проводили О ней мы говорили На первых вебинарах Вот Далее Что значит А Ну и в итоге Да цена акции Смотрите тоже Нельзя утверждать Что цена акции Будет один доллар Но вы понимаете Это рыночная оценка Есть объективный план И цель реализации Да Который говорит О том Что такое должно быть Но Если мы скажем Что 100% так Это будет вранье Понимаете Потому что Когда мы выходим на биржу Именно рынок оценивает Стоимость компании Понимаете И Говорить Что 100% Будет так Это глупо Но Есть очевидно Точные факты Которые говорят о том Что это должно быть так Это Это план компании А Как-то Говорить Что точно так будет Ну это Вот вы можете Гарантировать Сколько курс Там Какого-нибудь биткоина Будет через месяц Прямо Сто процентной Вероятностью Мы любим Вопросы Так Почему у российского проекта Капитализация в американской валюте Первое Почему российского проекта Во-первых Нужно понимать Что краудинвестник Интернет Позволяет Привлекать инвестиции По всему миру Когда вы говорите Что российский проект Да Действительно разработчик И российская компания Но Инвесторы Даже сейчас У нас Из 165 стран мира И для того Чтобы успешно Привести Дократную Инвестиционную Компанию Мы в том числе Рассчитываем На инвестиции Из-за рубежа Чем мы Сейчас На данном Меде занимаемся Даже Те Кто инвестирует Из Беларуси Из Украины Из Казахстана Им рубль Неудобен Поэтому Единственный Унифицированный Вариант Чтобы Дотворить Всех Потенциальных Инвесторов Партнеров Компании Это Что многое Так или иначе На данный момент Закупается Все-таки Из-за рубежа И приняв Инвестиции В рублях А потом Будет Какая-нибудь Переоценка Курса Доллара И денег Будет Недостаточно Ну Понимаете К сожалению Сейчас 70% Того Что в России Потребляется Она закупается Из-за рубежа Как Понимаете С этим Можно быть Не знаю Как сказать Плохо К этому Относиться Хорошо Но это Факт Так оно И есть Нам приходится Сейчас С реальными Которые Сейчас На российском рынке Присутствуют Доллар Оберегает От принятия Инвестиций В долларах От Такой Возможной Переоценки Это Первый Параллельно Отчаяния Ваши вопрос Почему Компания Зарегистрирована В инуат Ну Во-первых Одна Из компаний Зарегистрирована В инуат Начнем С этого Почему Так Почему Не в России И так Далее Это Мой любимый Вопрос Задует Постоянно Ответ На него Всегда Один В России Нет Законодательства Которое Скажем Так Отвечающие За Краут Инвестинг Ну Не придумали Законодательства Нам Приходится Действовать По Международным Стандартам По Международному Законодательству Соответственно У нас Группа Компаний У нас Есть Компании Зарегистрированные В России У нас Есть Компании Зарегистрированные В Европе Есть Компания Которая Зарегистрирована В нужд проекта далее да почему там мы сразу не здесь не зарегистрировали каком-то инвестиционный фонд да например в европе потому что это очень долго и очень дорого мы не могли в начале проекта так долго на это тратить время поскольку нужно несколько лет стоит это там чуть ли не к миллиону долларов цены зарегистрировать такой фонд я думаю что никто бы не был рад тому что такие деньги были потрачены просто на регистрацию компании более того нужно обращать внимание на договор они на компанию не только на зарегистрировано поскольку где бы компания не было зарегистрировано если договоре написано что никто никому не должен никто никому ничего не должен понимаете даже швейцария германия и так далее нужно договор обращать внимание ну и последнее на данный момент счету компания как в европе то есть деньги инвестор в офшоры не уходят они они падают европейский банковский счет понимаете да так можно оказывается сделать компания зарегистрирована в одной стороне банковский счет у нее там где тебе нравится соответственно деньги они не находятся в офшоре это первое второй деньги в принципе не аккумулируется деньги постоянно передаются на нужды проект не поэтому если вы думаете что деньги улетают в офшор там где-то лежат хранятся потом они могут пропасть это невозможно поскольку структуру устроены по-другому начиная того что они туда не попадаю заканчивать тем что они там не хранятся вот я надеюсь что я на ваш вопрос ответил а павел вы стул вещаете нет я вещаю не стул мы сейчас в зеленограде живем поближе дмитрий александрович скажем так 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 ну смотрите все остальные вопросы к дмитрию александровичу так что я думаю что время передать ему слово так так вы здесь александрович можете подключаться есть какие-то вопросы у вас есть может также писать и после дмитрия александровича я еще на пару минут останусь какие-то ключевые вопросы которые будут также на них отвечу поэтому продолжайте писать что называется так ну а те кто в личном кабинете еще не зарегистрирован призываю проходить регистрацию подписываться на социальные сети там тоже зачем много важных интересных новостей ну я вообще за то что 800 сетях посмотреть потому что личный кабинет открывать до добрый день уважаемые коллеги рад вас приветствовать на вебинаре вот сегодня у нас вторник чуть-чуть очки застряли и мы снова разговариваем о проекте но что изменилось с четверга некоторые события осветил то что приехал от визе начал поступать лазерное оборудование сегодня переходки три машины завезли вот завтра буду завозить наиболее массивные детали павел вы в контакте мы уже месяц не отвечайте по поводу ознакомления с данными юрлица solar group в реестрах или британии и реванату александр лушников александр ну наверное надо было бы задать вопрос какие данные вам нужны на данные любом юридическом лице находятся всегда в открытом доступе и можно в посмотреть на пишите правильный запрос в интернете не найдете отключение такой небольшой просто тут бежит чате за вопрос я все прочитала в чате вот посмотреть это ли юрлицо в реестре ну вот и смотрите в реестре наберите на английском запрос полностью как она именуется потому что юрисдикция то не российской российской юрисдикции пожалуйста наберете на российском и вам в реестре покажет он сергей шевченко вам ответил все регистрационные данные поэтому понимаете уважаемые коллеги иногда всегда найдется человек который вот ему лень вот у него ленность такая и ему все все должны принести на блюдечки с голубой каемочка дайте подайте сюда мне сейчас немедленно и в какой бы форме не преподнес не рассказал а ты мне не так сделал ты мне вот сделай вот как-то вот так да но там как она существует в форме информация которая существует и в другой не будет и данные есть и по проекту на страницах выложены презентации выложены и все данные об очередите их все это есть и бизнес-планы если периодически все равно возникают такие вопросы уважаемые не ленитесь смотреть не надо не надо быть настолько ленами потому что невозможно все за девушкой тоже ухаживать надо понимать так и тут надо хоть немножко встать с диванчика и наверно покопаться в той документации которая есть потому что материал очень много вебинара много презентации много и зачем мы обо всем этом рассказываем в принципе дело в том что когда проект начинался он начинался с каких-то стартовых позиций было заявлено что зачем и что надо для того чтобы это достигнуть все это было показано потом пошло движение пошло движение и соответственно все начало меняться одно выполнено другое пересмотрено и так далее потому что это не застывшая фундаментально монтаментально такая скульптура которого должна быть только то нет шейн сергей спрашивает дмитрий александр с каким-то не вы сотрудничаете сотрудничаем они с нами с ними обязательно конечно вот и поэтому все находится в динамике и при каждой встрече мы с вами обсуждаем это рассказываем что изменилось что произошло вы задаете вопросы мы уточняем и так далее именно для того чтобы было понятно куда движется проект что изменилось но мы не можем на каждом этапе генерирует новые бизнес планы новые документы потому что это столько времени отнимает работать будет некогда поэтому идет оперативное управление но при этом понятна конечная цель которая стоит поставлена и задачи которые надо решать была задача все таки заставить и принудить подрядчика поставить лазерное оборудование да должны были в апреле поставить сегодня уже 7 августа вот 7 августа наконец-то оборудование начало к нам поступать естественно это отражается на всем графике выполнение работ да должно было быть по другому но случилось так как случилось почему потому что но слишком много людей стало безответственно которые разжевать вот он считает что если он пришел на работу ему надо уже за это заплатить а если он не дай бог что-то сделал и ему обязан как земля колхоза но при этом качество работы и все остальное сами видите добрый вечер дмитрий александрович кто подскажет где найти ваших партнеров по перемотке интересует одессы есть тут ваши партнеры зайдите на форум двигатель my4.ru основной раздел контактные данные рецензированных обмочков я уже это говорил неоднократно я сейчас ссылочку брошу ник горец у него здесь поэтому ну что можно сказать ну в 90-х годах ну немножко дисциплинировали просто в советское время даже постановление сельского райкома выполнялись на 93 процента вот а потом разбаловались перестройку там вообще не обязательно в 90-е годы немножко дисциплинировали вот а потом как этого ханали но воистину можно сказать не пуганные идиоты потому что ну знают что не потащат их в суд там не придут голову не отобьют вот разбаловались там еще пальцы веером и начинается ну имеем то что имеем поэтому порой лучше и проще работать с зарубежными партнерами нежели с отечественными с российскими не обязательность дичайшая просто дичайшая качество труда ниже плинтуса а хотелось чтобы это было наоборот но честно хотелось бы но все равно всякими способами в пределах уголовных кодекса допустимых всех остальных ну сдвинулось все с мертвой точки двинулось и работаем и теперь опять будет конка догонять время упущенное опять будем ценой невероятных усилий вытаскивать все то что благодаря вот таким партнерам профукана ну ничего главное проект идет поправки были взяты на русское раздолбайство ввозь и на все остальное но даже эти поправки не учитывают степень деградации отдельных товарищей представителей не знаю что происходит но мне кажется при таких подходах какую экономику собрались восстанавливать ну попкорн там жрать да и завозить туда привез сюда продал ну это пойдет как в свое время ну так сложилось инженеры труселями на рынках торговали ну никуда не денешься было такое предприятия рушили все остальное да вынуждены были а сейчас вот не знаю что честно говоря не знаю квалифицированных сотрудников найти крайне тяжело только подготовка своих поэтому вот такая ситуация на сегодняшний день у нас нечего работа двигается и там Павел рассказал о чем-то сейчас Александр сударев снимал материал все это будет оперативно выкладываться следите за видео рядом следите за каналом в ютубе все будет все будет и все будет показано михаил сушков спрашивает как презентация презентация идет идет смотрите ролики так нет Минск с нами не пытался обращаться за технологией пока нет Анатолий спрашивает что по лабушу пока рассматривают заявку дата назначена рассмотрение заявки с комитетами постоянно в контакте все работа идет я уже говорил о том что там дирекция сменилась руководитель произошли еще перестановки комиссии комитеты были назначены новые руководители и так далее это существенно отодвинулась сроки рассмотрения заявки плюс ко всему из запланированных заседания комитета которые должны были рассматривать заявки практически подавляющее большинство не состоялось связи с вот всевозможными событиями поэтому все идет нормально поясните пожалуйста если ваше колесо поставить на вездеход и загнать его в лес в болото не портится ли обмотка о камне корягу и воду или существует какая-то броня Виктор Викулов Виктор вы посмотрите когда-нибудь на форуме обмочков в каком виде приходят двигатели асинхронные и вот представьте допустим асинхронный двигатель в шахте работает где опасно по взрывам выбросам пожаром и когда вот шахту топит и там 300 метров воды сверху а насос работает на такой глубине что ему станется научились делать двигатели которые могут делать это стандартные технические решения они уже отработанные десятками лет просто выбираешь нужный конструктив и все наша же задача это электромагнитная система не сам конструктив защита от влаги это всего если вы имеете ввиду мотор колесо которое мы демонстрировали с открытыми обмотками вы понимаете почему так потому что нам сказали а у вас там магнит а у вас там 5 а у вас 10 а вот там водичка а вот там 5 а там пыль взяли открыли и говорили смотрите ни магнитов ничего хотите писайте на него хотите пыль кидайте хотите камнями с рогатки стреляйте что хотите то и делайте а мотор будете ездить и демонстрировали с выкушенными секциями ездят и водой заливали его ездят и грязью и все остальное показали показали все насмотрелись насмотрелись вопросы есть вопросы нет теперь закрыли вот и все поэтому асинхронный двигатель это машина надежная очень надежная и проще надежной конструкции еще никто не придумал именно благодаря этому они получили такое распространение и вот представьте если вы возьмете раскроете бирдиси моторчик открытый сделаете и допустим в губкине там где лебединский бог покатаетесь у вас там такая борода вырастет там же разрабатывать карьеры рудные железородные комбинаты и там ферромагнитная пыль столько на дорогах что ваш этот двигатель быстренько весь зазор зарастет этой пылью его заклинит он не сможет ездить в этом отличие значит о том что было прошло с прошлого вебинара я рассказал значит что мы планируем в четвергу четвергу мы планируем завести основные методы конструкции от лазера и приступить к его установке и сборке и хочется надеяться что на следующей неделе мы уже сможем выполнить пробные резы был также вопрос по лаборатории лаборатории сейчас идет работа по отработке программы методик то что мы говорили и по испытанию тяговых электродвигателей которые выполнены на базе стандартных асинхронных двигателей первые опыты были сделаны первые характеристики сняты при прямом включении сеть 50 герц для того чтобы снять естественные характеристики далее мы сейчас подготавливаем эти двигатели для работы от контроллера и снятия уже семейства характеристики получения трехмерной номограммы зависимости кпд двигателя от вращающего момента и оборота это будет трехмерный график номограмма вернее это даже не график на подобе того которое мы получали при езде на грани снимали характеристики мотор колеса 318 габарита колобок 318 габарита вот тогда мы использовали измерительные приборы те которые у нас были на шасси данные получали часть с винатора так называемый часть с контроллера с квертиса ну и часть от датчика вот нам тогда сказали что а вы там меряете попугая говорим хорошо подождите будет вам не в попугаре будет не в попугаях мы доберемся до этого поэтому сейчас мы проведем испытания в составе контроллера под управлением контроллера и определим параметры непосредственно двигателя при работе с контроллером и всего привода имеется ввиду учитывать будем кпд всего привода сквозной при питании от батареи эти характеристики будут доступны это то что планируется на ближайшее время ну надеюсь мы сможем это сделать в кратчайшие сроки вот когда нам говорят что вы дайте нам какой-то график там вот колеса двигателя мы будем сравнивать я уже неоднократно говорил что для тяговых двигателей не существует линейный график потому что линейный график не может характеризовать привод в целом только лишь трехмерный номограмм только трехмерный и если кто-то повелся на какие-то там рекламные материалы и так далее в этом плане я рекомендовал бы немножко познакомиться с материалами действия гостей по тестированию тяговых двигателей тяговых приводов и почитать посмотреть как проводятся эти испытания плюс ко всему сейчас готовится целый ряд публикаций по полученным данным помимо того что мы публикуем графики на форуме об асинхронных двигателях двигатель myfor.ru там публикуем графики сейчас еще подготавливаются материалы для публикации специализированных журналов также нам пришел запрос интересный на публикации для специализированных журналов на тему такую интересную как снижение торсионных вибраций в приводных установках для выращивания кремния и монокристаллических Сапфира Рубина эта работа у нас была в свое время опубликована но сейчас иностранные журналы просят у нас еще материалы их интерес понятен очень понятен почему потому что если мы снижаем торсионные вибрации за счет уменьшения вибраций привода это позволяет выращивать более крупные монокристаллы по размерам с минимальным количеством нарушений а это в свою очередь позволяет получать более больший процент выхода годный во-первых ну и пластины большего диаметра соответственно снижать себестоимость полупроводников изделий кроме того рубины сапфиры они востребованы при производстве лазерного оборудования соответственно сами понимаете что сейчас лазер это не только информатика технология но и вооружение именно поэтому такой интерес проявляется к этой тематике вот смотрите что происходит да и чем дальше проект развивается тем больше интерес к нему со стороны академических заведений ну и соответственно ВПК все больше и больше и больше проявляется интерес это понятно вот такая ситуация значит а сейчас если позволите я к вопросам Андрей спрашивает что конкретно предлагал владелец автопарка такси и о чем говорил профессор в виде обрезанной до конца непонятно спасибо Андрей нам владелец автопарка такси ничего не предлагал он приехал для того чтобы получить консультации по тому как позиционировать тот проект который он хочет поднять а он хочет создать у себя автосервис для того чтобы не платить на сторону плюс хочет выкупить здание полностью но там еще часть работ и у него есть два пути либо деньги взять у банка и платить проценты банка банку либо создать кровоинвестинговый проект и привлечь средства граждан и дать возможность им заработать а не банк вот и поэтому он и приехал чтобы познакомиться как делать процедуры и прочее прочее в отношении это обстоял разговор состоялся обсуждение консультации и так далее но это не значит что мы будем работать в этом проекте ни в коей мере мы в этом проекте работать не будем участвовать не будем принимать потому что у нас своей работой как говорят в Одессе за главу значит с профессором мы с Церном бывший сотрудник Церном мы только познакомились посмотрели друг другу в глаза я сейчас в выходные познакомлюсь с его книжкой ну а дальше будет видно потому что я не знаю найдем ли мы точки соприкосновения для сотрудничества не знаю но для общения да найдем и я думаю что очень хорошо что специалисты ученые в той или иной мере возвращаются на постсоветское пространство и хотят принимать участие в том чтобы создавать здесь рабочие места а не там и развивать инновационные направления здесь а не там я думаю что люди которые идут на этот шаг заслуживают очень большое уважение адмитар глядя на видео с колобком на верстаке понятно что для перемотки нужно большое количество медной проволоки не может ли случиться что будет дефицит нехватка меди и отразится ли это на всем что мы делаем спасибо андрей во первых на один киловатт установленной мощности у славянки меди на 30 процентов меньше чем у обычного двигателя поэтому на киловатт идет меньше это первое второе медь добывается в россии производится продукты продукции меди третье мы планируем что при установке двигателей взамен старых будут изыматься двигатели и из 3 киловатт установленной мощности демонтированной будет производиться 5 киловатт установленной мощности из тех же материалов после переработки а это значит что источником сырья будут двигатели которые уже отслужили свой срок и которые будут демонтироваться которые будут заменяться на современные двигатели которые мы будем разрабатывать и производить предлагать продажи поэтому я не думаю что нам угрожают в этом плане какие-то возможные дефициты и какие-либо санкции потому что медь производится внутри россии плюс ко всему есть медкомбинаты которые занимаются у нас с ними контакты мы постоянно поддерживаем и периодически сверяем полноту своих намерений можно так сказать сверяем часы можно и в такой форме сказать поэтому компании которые занимаются переработкой меди и выпуском продукции которые нас интересуют в проекте мы с этими компаниями постоянно поддержим прямые контакты и они находятся на территории россии и являются отечественными пауз специально и выращивать их на 3d принтеры поэтому исходя из этого вам надо и определяться с печью нам надо больше информации для того чтобы подсказать что лучше будет но обычно это шкафы термо шкафы с сопротивлением с нагревателями нехромами либо фехралевыми лазер еще не привезли Николай Бондаренко спрашивает лазер Николай уже поставляется понимаете это не коробка привезли это достаточно большой агрегат который был собран на территории исполнителя была проведена техническая приемка сейчас он демонтирован разобран и по частям перевозится к нам на площадку вот сегодня часть уже оборудования завязана про Чаплыги это как обстоят дела будут завод строители как всегда удачи всем развития Валерий приема Валерий смотрите по Чаплыгину я же говорил что у нас две площадки есть одна в Турской области другая вот в Липецкой области Чаплыгина если какие-то проблемы возникают у нас по Алабуше то мы активизируем работать там сейчас пока мы не педалируем есть такое выражение да этот процесс вот ждем решение по Алабуше потом будем смотреть дальше но тем не менее Чаплыгина рассматривается как площадка для создания производства двигателей конкретных моделей которые будут разработаны в рамках в рамках проекта это рассматривается на данный момент лаборатория уже полностью комплектована Павел спрашивает Павел ну смотрите основное оборудование да есть сейчас для электрокоммутации при каждом испытании определенной машины делаются соответствующие и жгуты дорабатываются присоединения всевозможные плюс ко всему помимо оборудования лаборатория должна быть укомплектована техническая документация в частности программами испытаний методиками испытаний техническими условиями и прочими и прочими нормативными документами ГОСТами потому что ГОСТи должны быть официально закуплены и они должны находиться в лаборатории плюс ко всему в лаборатории должен быть один из сотрудников иметь образование метролога поэтому вот как есть техническая комплектация есть документация есть персонал я не могу сказать что все эти позиции закрыты на все 100% но мы к тому стремимся но самое главное что лаборатория уже может работать и она уже работает мы дня стараемся не терять а а потому что мысль это вещь такая за плечами носить если каждый поделится мысль у каждого будет по две мысли да уже хорошо а они не тянут за плечами поэтому всегда интересно послушать умного человека в 2018 в 2018 компания байтон и тайп презентон цель электрокроссорера заявлено стоимость в 2 раза дешевле тесла планирует выпускать на рынок в 2019 используется два типа электродвигателей 272 л.с. с запасом хода до 400 км и 400 до 500 км Михаил Уст да Михаил я слышал про это но посмотрим делали Виктор Алис на предложение байтон по разработке для них машин электродвигателя по вашей технологии нет пока с ними не контактировали ну я думаю по возвращении в Китай он проконтактирует спасибо за ссылочку я обязательно Виктору передам он кстати сейчас выказывает Путин подписал закон об офшорных зонах в России одна будет на острове Рудске а вторая Калининградской области может наша компания перевести в российский офшор как думаете Василий спасибо да это хорошо посмотрим есть только одна мудрость такая которая гласит была гладко на бумаге да забыли про враги надо будет еще посмотреть что они сделают потому что там всегда два пишет три в уме там еще будут вылизывать и вылизывать потому что ну всегда любую самую хорошую идею можно так испоганить что посмотрим посмотрим будем во всяком случае пробовать давайте мы вначале с одной зоны разберемся с Алабышевской да вот потому что заниматься сразу на нескольких неопределенных площадках это очень сильно рисковать проектом поверьте очень сильно если есть одна неопределенность это уже две а три это вообще все это уже такие риски что не знаю понимаете вот не хочется увеличить количество рисков для проекта наоборот стараешься снизить минимизировать все угрозы все риски всякие варианты продумаешь смотрим как поступить и всякий неопрометчивый шаг создает проблемы и как говорится лучше враг хорошего давайте мы понаблюдаем посмотрим да пощупаем что там как изучим вопрос а потом можно будет посмотреть но я думаю что пока не раскачегарятся там с этими зонами мы уже проект запустим надеюсь что мы быстрее их сработаем ваше аэсэппп является учредителем совмаш нет ли тут конфликта интересов оборудование совмаш будет использоваться аэсэппп вася нас чего ли смотрите василия можно ли сделать чтобы аэсэппп полностью вошла в совмаш дать долю побольше качать одну контору вас окачаете василий но вы глупости не пишите честное слово порой смотришь на все это дело аэсэппп является учредителем совмаш аэсэппп разворачивает аэсэппп своими фондами туда вложилось да и поднимало все это дело да сколько было передано туда и что еще кого поглощать собрались вы чум потом будет переуступка долей до отцов аргруппу и так далее а сейчас все это тянется весь все разворачивается на площадях из аренды платила аэсэппп за все остальное все разворачивало аэсэппп что еще еще подрать его аэсэппп да вообще костями положить а что потом делать будете поглощать сожрать все поглотить все схавать да хватательный давай 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 а что дальше а люди которые все это поднимали их что за шею или как качает понимаете нет ребята уважаемые коллеги так так нельзя понимаете я не знаю откуда такие мысли появляются что аэсэппп будет использоваться да ну вот на сегодняшний день лицензия на ансис принадлежит аспромту аспромту принадлежат сервера на которых считается все это дело да это компания учреждена аэсэппп считают двигатели на том что не принадлежит соловмашу да это для того чтобы соловмаш развернуть как можно поскорее соловмаш только там дополнительно приобрели компьютеры для того чтобы можно было задачи параметрики решать но это капля по отношению к этому все силы которые были созданы все фонды и все остальное было брошено для того чтобы развернуть соловмаш и вам что еще мало это вот как в том анекдоте когда Москва Сити устроили выставки мужских достоинств на первом этаже там микроскопически выше выше на предпоследнем этаже самое большое такое стоит да а все бегут на самый последний забегают разину в рот а там транспарант а какого вам еще надо это вот извините меня за пошлятину но из этой оперы не знаю что чудно конечно какое покрытие пола в лаборатории литийном участке полно в лаборатории кафель и на литийном кафель 60 на 60 пластин подскажите Nissan Leaf кто-нибудь перематывал на славянку еще вопрос если перемотать синхронный двигатель на славянку эффект будет аналогично или хуже но Nissan Leaf я не мотал не знаю кто может быть мотал не знаю не скажу значит синхронные двигатели мотали статоры эффект тоже есть положительный с фазным ротором тоже статоры мотают положительный фиг можете привести пару примеров заводов где перемотано много двигателей чтобы можно было их упоминать в презентациях владимирнов перематывались птичники полностью чернухинская птицефабрика червона прапорная но их доблестные войска расстреляли хлам были сделаны котельные 241 и 243 квартал уничтожены доблестными войсками ВСУ чем и поздравляем есть котельные значит владимир если хотите вот зайдите все таки на форум двигатель my4.ru там поспрашивайте у ребят они может сведут но в чем тут беда те руководители этих объектов крайне негативно относятся к распространению информации на них и они правы опять анекдот когда армянского радио спрашивают можно ли час пик на оживленной улице изнасиловать женщину армянское радио говорит нет нельзя почему да потому что вас советом изнасилуют вот поэтому и руководители эти не хотят потому что они не хотят ни делегации ни расспросов ни звонков ничего остального потому что им надо работать и они говорят если вы информацию такую нас дадите мы вас пошлю сразу же поэтому всегда подписывается соглашение о том что информация либо будет либо нет поэтому всегда пишут что не распространяем и их понять могу прекрасно потому что знаю каково нам достается от визитов поэтому я думаю что вам мало кто признается уважаемые коллеги я на все вопросы ваши ответил ну спбк мотают всем да но смотрите сергей я не думаю что спбк запросил информацию тех кому они мотают и получат положительное решение о том что вы о них предоставили полную информацию сомневаюсь уважаемые коллеги спасибо за вопросы спасибо за терпение за то что выслал прямые ответы до встречи в четверг всем до свидания и хорошего вечера всем пока